Послушайте, ну когда тебе под сраку лет, как гуфу, ты по-прежнему в коротеньких штанишках в пионерском галстике и с барабаном. Говорить о том, что Джиган там от нее гуляет, все что, он и раньше гулял, и сменял ей, сам вылывает факты известны. Моя подруга Эрика Транссексуал, что он посещал ее неоднократно, деньги за секс платил. Я считаю, что таких, как Баткина, надо обсуждать вот так вот, только новость вышла, мы тут же там, что-то они там, две секунды, и так, следующий, вот как-то так. Знаете, честно говоря, мне не нравится Надежда Баткина. Мне не нравится она давно. Я никогда не видел в ней как-то вот, такую вот женщину, такую из народа, которая вот Казач Канаде, черта не боится то, чем она пела. Поэтому, вот эти новости, они для меня не являются как бы, знаете, трансляцией чего-то позитивного от Надежды Георгиевой. Совершенно нет. Как раз в обратную сторону. Говорит это о том, что, конечно, Баткина, если она позволяет этим слухам, а если она еще, не дай бог, сама там каким-то образом в этом во всем участвует, якобы у нее сейчас три проекта, которые надо как-то пиарить ее фигурой, то это полная глупость, потому что пиар от Баткиной и вообще все, что связано с Баткиной, это очень странно. Назову это пока таким словом. Далее будет слово, наверное, глупо, оно уже было, и нелепо. Этого слова я давно не упоминал, как и разговоры о Надежде Баткиной, которые мы никогда здесь не вели. Баткина глупая, нелепая и как-то совершенно справедливая время от времени на года забываемая персонажка. Вот там есть самое место. Среди этих странных слухов о том, что она состоит то ли в браке, то ли она жила с этим кормом, так называемым певцом. Кто-нибудь слышал хоть одну его песню? Я вот точно нет. Ну так вот, вот там ей и место. Я предлагаю, я вообще, я считаю, что таких как Баткина надо обсуждать, вот так вот, только новость вышла, мы тут же там что-то о ней там, две секунды, и так, следующий, вот как-то так. Знаете, когда вот, я так скажу, когда ты молодой и ты вот, ты занимаешься вот этим всеми безобразием, совсем молодой. Ну это как-то еще, наверное, куда, ну как-то вот, и ты при этом, ты рокер какой-то. Ну послушайте, ну когда тебе под сороку лет, как гуфу, ты по-прежнему в коротеньких штанишках в пионерском галстуке с барабаном, ну куда это годится? Стыдоба, стыдоба, конечно, какая-то вообще. Тем более, рядом я, я что-то как-то запамятовал, что у них там ребеночек-то родился. Я так, я что-то думал, там она одна, вот это вот, вот она живет там рядом с ними, так горе не знает. Оказывается, там ребенок, там семья полноценная, о господи, жесть вообще, жесть. Чувак, что ты делаешь? Зачем? Для чего? Мне казалось, что гуф все-таки тот человек, который, ну максимум это, ну извините, если можно сейчас сказать, все вокруг люди взрослые, максимум это косяк. Ну вот это вот, это гуф, это максимум. А тут оказывается, его плющит и таращит в разные стороны. То есть, насколько я понимаю, судя по тому, что происходит, там все жестче, там лечиться нужно. Вообще, в принципе, нужно каким-то образом посещать доктора. И вообще, эта неделя была богата на эти все события. Сначала вот этот вот гуф, Малиновская со своим интервью, которая превратилась полностью в рассказ о зависимости, жесточайшей зависимости. И она, я так понимаю, в этой зависимости находится по сей пору. Слушайте, таких людей, конечно, больных рядом с нами очень много, очень много. И они не идут к таких врачам, не идут совершенно. Они думают сами справиться, а справиться они не могут. Я, между прочим, сегодня еще с утра, вот сейчас у меня ночь, а с утра я сегодня прогуливался по Нью-Йорку в компании замечательного доктора. Прямо на Манхэттене был. И, между прочим, мы обсуждали гуфа и вот эти все его эскапады, связанные с расширением сознания. Человек мне сказал, это была женщина, она сказала, надеяться на то, что человек сам выкарабкается нельзя. Только с помощью кого-то. Нужны люди, нужны специалисты. Деньги, 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 деньги. Он деньги любил, он деньги копил. Робин Уильямс, актер, который покончил с собой, замечательно, сказал, когда ты начинаешь употреблять, то это Господь Бог дает тебе понять, что ты стал слишком много зарабатывать. Так и здесь. На чем они зарабатывают? На марафонах, шмарафонах? На чем там еще? На каких-то рекламах? Ну вот. И все это одно за другим. Этим людям деньги в руки давать нельзя. Они либо начинают строить для себя цыганские дворцы в золоте, либо они начинают делать то, что они делают. А там и то, и другое. Дело в том, что этот джигант, так называемый, тоже был замечен в таких проблемах, те же, что и у Гуфа. Вот то же самое ведь все было. Поэтому тут как-то это все одно и то же. Он тоже впал в какое-то веселье неконтролируемое. Все может быть. И говорить о том, что джигант от нее гулять, все, что он и раньше гулял, изменял ей. Самойлова, это, факт, известная моя подруга Эрика, транссексуал. Он посещал ее неоднократно, деньги за секс платил. Поэтому это как-то известные какие-то странные за нее какие-то грешки. В чем они его обвиняют? Это Самойлова. Она не рыба, не мясо, на самом деле. Баба лоховая. В чем обвинение? В том, что до этого было уже 20 лет в их жизни? Кого она хочет удивить? Кого обманут? В том, что этот кабанистый мужик якобы там как-то себя плохо ведет? Ну что смеяться? Еще и детей вовлекают его. Даже если он в самом деле там что-то утворил. Вот вовлекаете в это детей, позволяете этому выйти в пространство публичное. Детей заражаете вот этой бациллой своего этого глупого колхознейшего пиара, так называемого хайпа. Дети тут при чем? Ну, как-то побоялись бы. На собственном примере несчастном. Как-то огородили бы. Тем более это девочки. Уклоняются. Да. Жалко отдавать налоги. Вот жаль им взять и отдать эти налоговые суммы, которые приближаются к астрономическим. Но на них если посмотреть, то тоже семейка-то без слез не глянешь. Еще одни самой. Вот еще одни. Еще одни какие-то обманщики, которые рассказывают просто народу. Воздух им продают людям. Просто воздух. Получая астрономические суммы, повторюсь, они не хотят даже заплатить какую-то видимость налога. Даже видимость. Не хотят. По одной простой причине. Ибо нефиг. Вот нефиг. Ничего не будем платить. Все себе оставить. Вот теперь у них одни проблемы. Как они их будут решать, я не знаю. Походу, вся эта сказка о том, что вся эта семейка какая-то безукоризненно зарабатывающая, порядочных людей, все это разрушилось в одну секунду. Оказывается, они просто вульгарные какие-то аферисты. Они нам такое говорили. Не говорили, верь в себя. И ты будешь миллиардером. Да, да. А то без них. Не знали. Поэтому все. С ними все. Я однажды вел концерт, в котором работали ребята. Вот эта вот группа. Это единственное вот мое знакомство и какое-то пересечение с ними. Это было в самом деле. Я помню Тома. Он был самый висичак из всех. Самый какой-то позитивный. И понравился мне такой, чисто по-людски, вот больше всех остальных. И, конечно, жаль было все это слышать и понимать, что его больше нет. Ну, знаете, что думаю? Ведь эта версия, она не впервые звучит. Тогда, когда парень покончил с собой, версия уже была, что никто в этом не виноват. Просто сам не справился. Он как-то решил выпилиться из этой жизни. И как-то по касательной уже пошли вот эти вот все обвинения. Он никому ничего не доказал. Он не доказал себе. Я думаю, что в последний момент, когда он закрывал уже глаза и понимал, что это конец. Он ощущал, это все понимают. Потому что люди, которых вытаскивают из петли, они потом рассказывают, они понимают, какую ошибку они совершили. Как это было неправильно, вот таким образом поступить с самим собой. И это странно. Это очень странно. Но, знаете, если пресс шла, например, в 18-летнем пареньке, я бы еще понимал, что там что-то могло на него подействовать. Какие-то внешние силы. Кто-то что-то сказал. Опять же, вот этот коллега по группе этот аморалов. Тогда да. Послушайте, все уже сильно взрослые люди. Все понимают, что такое зерна и плевела. Все понимают, как редактировать литературу, то есть слова, которые ты говоришь. Что правда, а что ложь. Что его заставило уйти из жизни. Все-таки, мне кажется, это какие-то его личные проблемы. Вот как-то он, знаете, запутался и столкнулся с тем, с чем сталкиваются в 99% людей. И живущих, и те, которые ушли по собственной воле. Некому было протянуть руку в тяжелый момент. Никто не сказал. Дружище, а что у тебя лица нет? Давай посидим, давай поговорим. Может, выпьем пиво или чаю. Вот не случилось этого. И человека нет уже год. Очень жаль. Напоминаю, это версия о том, что он не справился сам с собой, с душевным каким-то своим порывом. Звучало тогда и в самом начале, сейчас вот так все и выяснилось. А конфликты, слушайте, мы каждый день конфликтуем с кем-нибудь. Я сегодня тоже там кому-то мог сказать грубое что-то. Вот я сегодня два раза нагрубил собственной жене. А это я не знаю, что она пойдет и что-то будет с собой делать. Это значит другое. Что она пообещала в следующий раз надавать мне. И показала что-то типа, вот знаете, вот макароны вот это вот. Показала мне, что у меня получится. Вот каждый по-разному реагирует. А вот он так. Очень жаль.